Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Эти новые коэффициентики, если их возвести в квадрат и сложить, равны единице, сумма их равна единице. Значит, один из этих коэффициентов – синус, а другой – косинус. Что считать косинусом, что считать синусом – это выбираете вы сами. Вот я выберу, это будет косинус Фи, а это синус Фи. Причем Фи найти мы можем. Пожалуйста, записывается формула. Синус Фи – это В, деленный вот на этот корень. Косинус Фи – это А, деленный на этот корень. Ну, в тригонометрии решений бесконечно много. Мы можем сделать задачу однозначно разрешимой. Если потребуем, что будем решать на промежутке от нуля до двух Пи. Ну, ноль включается, два Пи исключается для того, чтобы это было действительно одно решение. А что в итоге-то получается? А получается следующее. А это синус суммы Х плюс Фи. Вот эта знаменитая формула, формула Новоселова. Потому что она впервые в школе была введена в 1951 году. До этого ее не было. Очень удобная, хорошая формула. Именно ею я и воспользовался. И мы-то с вами рассматривали. Какой случай? Синус Х плюс косинус Х. Один плюс один в квадрате один. Сложили корень из двух, получили. Синус Х плюс. Здесь единица на корень из двух, единица на корень из двух. Это значит пи на четыре. Кстати, в чем прелесть этой системы? Мы уже по знакам А и Б можем сказать, в какой четверти будем находиться. Если А и Б положительные, то первая четверть. Одновременно они отрицательные. Третья. Ну, то есть тут все очень просто. То есть это элементарные вещи. И знать их нужно. До пенсионного возраста, если вы действительно хотите заниматься физикой. А не просто так. Сдали эго и забыли. Ну, вот как раз это и показало, что вы по-прежнему, как были школьниками, так и остались. Вы не критично настроены. Вы не сомневаетесь. А я уже в прошлый раз сказал, в конце концов, меня будете все помогать. Не один-два, а хором. При одном условии. Если будете по-настоящему учиться. Вся, возвратный глагол. Не вас учат. Вы сами себя должны учить. А для этого нужно все время сомневаться. Это первое замечание. Замещание второе. Аккуратность написания математической выкладки. Это важно. Принципиально. В этом прелесть математики. Она вам позволяет и возникла эта проблема. Почему я решил с вами об этом поговорить. При решении этого домашнего примера. Я не пишу, в какую степень возводить. Дело идет именно об асимптотическом представлении данного выражения. Что все записывают. Их стремится к бесконечности. Сносный аргумент стремится к нулю. И поэтому что такое синус? Это будет единица, деленная на х, плюс величина более высокого порядка. Прекрасно. Что такое косинус? Это единица минус х квадрат пополам. Плюс о маленькая. Только извините, не х квадрат. А единица, деленная на 2х квадрат. И о маленькой единицы на х квадрат. Правильно? Правильно. Формально? Правильно. Ну, а так записывает асимптотическую формулу дилетант, а не профессионал. Всего два слагаемых, и вы не можете разобраться, с какой степенью точности вы описываете. Это как? Понять. То есть формалисты взяли, написали и все. Ведь все то, что здесь вы написали, это величина более высокого порядка. Зачем вы это пишете? Правда, Павел мне сказал, ответ-то правильный. Причем тут правильный или неправильный? Вы кто? Дилетанты или настоящие профессионалы? Это пока только два слагаемых. А если 22? И что тогда вы будете делать? Причем тут дальше будут косинус от единицы на х квадрат, синус единицы на х куб. Все выписывать будете? Зачем же тогда вы учитесь, чтобы писать ерунду на целую страницу? Ясно, что здесь надо написать только так. Вот с этим и надо работать. Это речь идет о профессионализме, о культуре математической. И учиться нужно этому на простейших моделях. И пока я вам 22 слагаемых не даю, даже трех не даю. А зачем? Попробуйте здесь сделать выкладку так, чтобы самому было приятным. Минимум затрат потратили. Я не говорю о том, что будет дальше. Вы же в конце концов будете и дипломную работу делать. Если вы экспериментатор, а мы выпускаем почти 80% экспериментаторов, вы иногда заказываете даже прибор, чтобы сделать нужные измерения. И вы его полностью рассчитываете. Это ваша работа. У нас здесь есть целая мастерская, фактически завод, делают совершенно потрясающие приборы, уникальные приборы. Но они делаются долго, иногда несколько месяцев. И прежде чем составить свой проект, а вы полностью отвечаете за это, вы должны все рассчитать, и вы измеряете не одну величину. Какие-то приборы и на кафере стоят. В лаборатории. Значит, вы должны определить точность. Вот всю эту работу теоретически должны провести на определенном уровне. А то ведь некоторые дилетанты заказывают, делают, ждут прибор. А потом выясняется, что точность этого прибора, а он так на всякий случай повыше задал точность, она совсем не нужна, потрачены лишние факультетские деньги, время. Можно было померить и на том приборе, который еще несколько лет тому назад кто-то уже использовал. Вот это дилетантство недопустимо в науке. Спонсируется оно не очень сейчас. И мы должны уметь и здесь и планировать. А все начинается вот с такой мелочи. Как записать, Павел? А вы мне говорите, какая разница? Ответ-то правильный. Причем тут ответ? Не ответ, а ваша культура, ваша подготовка. Что еще я хочу сказать? Значит, каждый раз вы пишете контрольное, и сегодня будет контрольное. Все, как всегда. Некоторые из вас после того, как получают контрольное, спрашивают, а почему здесь минус? Ну, это вообще тоже странно, что задавать такой вопрос. Вы сами должны в этом разобраться. Но все-таки тот, кто обращается, я отвечаю. Уже хорошо, что их интересует. А некоторые вообще не задают вопрос. Но из раза в раз пишут откровенную ахинею. На что же вы надеетесь? Вы ничему так не научитесь. Уже даже форма. Прошу написать определение дифференцируемости функции в точке. Пишут не один, а несколько человек. Функция дифференцируема в точке «если». Так формулируются только теоремы. Вы что, русского языка даже не знаете? Можно использовать только один глагол. Называется. А если вы говорите, она дифференцируема, значит, вы уже знаете, что такое дифференцируемость. Это первая ляпа, причем грубейшая. И опять не указывает, какую функцию. Это потом уже какой-то дельта у появляется. И функции появляются. Следующая ошибка. Значит, превращение функции в данной точке записывается так. А дельта х плюс альфа от дельта х умноженное на дельта х. Где? А – производная функции в этой точке. Это в определении. Это же теорема. Надо доказать теорему, если функции дифференцируемые в точке, то в этой точке есть производная. А в определении – это просто-напросто константа. То есть абсолютно не понимаете, что значит определить. И что смысл. Тем более вы не придумываете определение. Вы читаете в учебнике. Что дальше? Какие фокусы? Пишут. Альфа от дельта х – функция бесконечно малая в точке х0. Простите, при чем тут х0? От чего зависит альфа? От дельта х. Значит, бесконечно малая дельта х. Но чему равно дельта х? Ведь если вам дана функция, ну, например, такая. Понимаете, это все-таки еще в школе надо было знать. Что она бесконечно малая? Где она бесконечно малая, эта функция? Где? Ну, громче, Аня. В единице. Так что она бесконечно малая. А вот эта функция, где будет бесконечно малая? Вот она уже в двух. Поэтому просто так обозвать ее, беднягу, бесконечно малая нельзя. Где? У равно х. Оно же всегда бесконечно малое. Только в нуле. А вот эта функция в двух точках, единицы и минус два. И это еще не все. Дело в том, то, как мы с вами уже договорились, вот эта вся запись есть у маленького дельта х. Есть и два человека, которые как раз в определении написали у маленького дельта х. Правильно? Конечно, правильно, но на мехмате дается такое определение, а у нас вот такое. В чем дело? Если и там, и там правильно. Потому что все свойства дифференцируемой функции в одном случае доказываются очень сложно. Этим занимаются чистые математики, это их хлеб. А нам, физикам, не нужна такая глубокая глубина обоснования всех этих свойств. Нам вполне достаточно такого представления. Почему? Потому что мы рассматриваем более частный случай, требуя, чтобы это было не только бесконечно малое, но и выполнялось вот такое условие. Чтобы эта функция была непрерывна. Это частный случай. Но зато доказательство многих теорем становится более простым. Физикам этого вполне достаточно. И вот здесь самое страшное, когда вы, не задумываясь, начинаете использовать другой. Вот, пожалуйста. Я ведь знаю, как математики доказывают. Потому что когда мы учились, у нас было именно как у математиков. Вообще учебников для физфака еще не было написано. По математике это уже при мне писались они, когда я уже стал преподавать. А мы занимались по книжкам мехмата. Поэтому я знаю, я тогда от вас, если вы вот так вот занимаетесь, а, эклектизмом, эклектизмом, подумаешь, возьмем покороче, попроще, я потребую от вас уже та доказательство настоящего, как это делается на мехмате. И вы окажетесь в луже. Это, во-первых, и, во-вторых, самое главное. Дело не в этом. А дело в том, что нужно стоять твердо на определенном фундаменте. То есть взяли книгу, в ней нужно досконально разобраться, а после этого уже брать Зорича. Это книжка для мехматян. Если вы не разберетесь, я вам два плюса поставлю. Это великолепно. Только это очень трудно, это непросто. Но вы уже будете стоять на твердых позициях, и вы можете сравнивать и делать выводы. Это лучше или хуже? Это нужно или не нужно? Должна быть строгая определенная позиция у вас. А если ее нет, то это уже будет чистый эклектизм. А, увидели там что-то такое, не соображая, берете покороче, попроще вроде бы кажется. Так учиться нельзя, надо во всем разбираться досконально. Три вещи, которые постоянно путают студенты первого курса. Три понятия. Ось, числовая ось и полярная ось. Кто мне объяснит, что это за три понятия и чем они отличаются? Что такое ось? Первый вопрос. Прямая с указанным направлением. Так, пожалуйста. Прямая с указанным направлением. Указанным чем? Направлением. Направлением. Абсолютно верно. Если на прямой, во-первых, дана прямая, на ней направление – это ось. Что такое числовая ось? Кто? Так, Саша, пожалуйста. Направление, начало отчета, а что такое начало отчета? Это что? Как вообще в математике появляются? Ноль. Удивительно. Это и есть начало отчета. И еще что? И масштабный отрезок. Так появляется единица. Ноль и единица – особая роль в математике. Итак, числовой осью называется прямая, на которой задано положительное направление, точка О, называемая началом отчета, и масштабный отрезок. Что такое полярная ось? Полярная ось – это ось, ну, здесь… Это не ось. Ось – это прямая, а полярная ось – это не прямая. Созданная длина вектора и угол между осью и… Так что же такое все-таки полярная ось? Это что? Если это не прямая, это что, окружность? А что? Ну, это две, 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 две. Это луч. Это луч. Вот это принципиальное отличие числовой осью от полярной. Понимаете, математики не любят одно и то же называть одним и тем же словом. Если появилось новое обозначение, значит, это совершенно новое понятие. Это, во-первых, луч. Ну, а потом луч всегда выходит из одной точки. Эта точка называется полюсом. Это опять ноль. И на луче опять же задаётся масштабный отрезок. Вот эти основные понятия. Так, теперь вот. Будущие физики очень часто путают проекцию с величиной или составляющей. Составляющей вектора по заданному направлению. Это одно, это вектор. А проекция – это всегда число. Но, к сожалению, некоторые путают и считают, что проекция – это снова вектор. Как же тогда понять координаты вектора? Что такое координаты вектора? Это проекция вектора на числовой ось. И если вы считаете проекцией вектора вектор, то значит, координатами вектора являются вектора. Чушь. Вот это вот простейшее. Вы путаетесь в трёх соснах буквально. И вот эту терминологию нужно очень чётко отличать, понимать и уметь решать такие задачи. Вот начинают пользоваться определением скалярного произведения. Ну, конечно, тут очень здорово. Модули известны. Надо найти угол. Чему равен угол между этими векторами? Чему? Вот это да! Ничего себе! Пи натре. Значит, вы не знаете, чёртый угол. Вот из этого следует, что они образуют замкнутый треугольничек. А чтобы найти угол между векторами, прежде всего, эти вектора нужно привести к одному началу. Вот он угол какой. Два пи натре. И потом кто же так решает? Никогда физик так решать не будет. Физик будет решать задачу очень просто. И опять вы всё время болтаете. Что у вас такое недержание, а? Надо воспользоваться скалярным квадратом. Скалярный квадрат, то есть скалярное произведение вектора самого на себя, точно как числа записывают. То есть будет А, модуль А, Б в квадрате, С в квадрате, и плюс 2х, то, что мы ищем. И это будет 0. Вот и вся задача. Это единица, это единица, это единица. Это двойка. Всё очень просто. Понимаете, я уже вам говорил и ещё раз повторяю. Физик не будет заниматься математикой ради математики. Ему нужна математика, чтобы как можно быстрее решить задачу. Поэтому он всегда ищет самый простой путь решения задачи. Но что можно придумать проще? Конечно, геометрической интерпретацией воспользоваться можно. Ради бога. И воспользоваться определением скалярного произведения. Но можно получить результат ещё быстрее при таких условиях. Вот в этом вся прелесть. Умение осмысливать, умение понять, умение разобраться, чтобы уже по условию задачи выбрать алгоритм решения задачи. Не просто решить, а решить как можно быстрее. Теперь по поводу этой задачи. Она очень хорошо рассмотрена в книжечке «Клитеник» под сборник задач по аналитической геометрии. Прямо перед соответствующим параграфом приводится очень разумный способ доказательства вывода вот этой формулы. Тем более, из неё уже можно получить целый ряд. Это я вам всем дам задание на дом, чтобы вы всё это сумели проделать. Пойдём дальше. Так, что такое величина вектора на оси? Соня, что вы там написали? То есть величина – это снова вектор? Нет, величина называется число, которое задаётся модулем вимере вектора. Вот, понимаете, у вас есть ось. На оси нет ни масштаба, ничего. Это просто прямая, у которой есть направление положительное. И вот на этой оси лежит вектор. Что называется величиной этого вектора на оси? Это что такое? Значит, вы уже отказались, что это вектор. Это не вектор. Значит, число какое? К чему оно равно, это число? Длине направленного отрезка. Так, Орлов, что вы скажете? Это число равное длине отрезка, взятое со знаком плюс, если направление совпадает с направлением оси, и со знаком минус, если оно тоже поможет. Совершенно верно. Итак, величина вектора на оси – это длина этого вектора со знаком плюс, если направление вектора совпадает с направлением оси, и со знаком минус, если они имеют разные направления. Теперь следующий вопрос – полярная система координат. Ведь, собственно, почему на это и обращение… Пожалуй, знаете, с чего начнем? С Декартовой системы координат. Потому что вы ее и в школе изучали, и графики строили, и выясняется, что никто не может объяснить, что это за штука такая. Давайте с Декартовой начнем. Итак, кто попытается? Я вам не задал этот вопрос. Мы его выясним сейчас. Потому что без системы координат не может быть аналитической геометрии. В чем, собственно, соль геометрии аналитической? Все образы с помощью системы отчета переводятся в уравнение неравенства, в системы уравнений и так далее. Это удобно. То есть геометрия сводится к алгебре. Итак, кто возьмется дать определение Декартовой прямоугольной системы координат на плоскости хотя бы? Не будем говорить о пространстве. Пожалуйста. Такой ответ два. Кто еще попробует? Ну, мы же это учили, начиная с шестого класса. И уже до одиннадцатого все время, каждый раз. Соня, что-то вы в книжке смотрите, да? Это какая у вас книжка? Ваш книжка. Ну, Саша, попробуйте вы. Попробуйте. Дать определение Декартовой системы координат на плоскость. Два. Две регулярных оси. Собственное начало. Я изнаркнул, чтобы на кресле. Тоже два. Хороша себе система координат, в которой нельзя однозначно описать положение точки. В вашей системе координат в каждой точке выйдут два способа описания. Что, Наэль? Прошу вопросу. Две декартовые прямоугольные системы координат на плоскости – это две взаимно перпендикулярные числовые оси, пересекающиеся в точке О, называемые началом координат. Тоже два. Да. Вы не исключение. И в прошлом, и позапрошлом. В общем, последние десять лет никто не может определить то, чем вы так упорно занимались в школе вроде бы. Я не возражаю против того, что вы уже говорите, что это две взаимно перпендикулярные числовые оси. Значит, масштаб уже есть, направление есть. Чего же нет? Это упорядоченная пара. Есть первая ось и есть вторая ось. Когда говорят «Х, Y», исходит из того, что в немецком алфавете «Х» на первом месте стоит, в алфавете, а «Y» на втором. Вроде они упорядочены. И они об этом не говорят. Но ведь это понимать надо. Это хитро и своеобразно, чтобы лишнего не сказать. Тогда, если вы задаете точку двумя числами, это первая координата, куда ее отнести? к первой оси. Это «А». А это будет «Б». А вот если вы не сказали, какая ось, задали пару, упорядоченную пару чисел, и тогда у вас будет не одна, а две точки. Я уж не говорю про трехмерное пространство. Там уже будет шесть точек для одной упорядоченной тройки чисел. Ну, хорошо. С декантовой системой координат на плоскости уже разобрались. А что такое полярная система координат? Ведь очень многие, кто пишет об этом, они говорят о координатах. Они считают, что тот, кто хочет заниматься аналитической геометрией, он уже знает, что такое система отчёта. Так вот, всё-таки давайте начнём с самого начала. Разберёмся, что такое полярная система координат. Что это за система? Мы уже с вами выяснили, что такое полярная ось. Это луч. Но этого мало. И раз мы уже это выяснили, я, пожалуй, это даже отмечу. Вот. Это полюс. Это луч. Здесь есть масштаб. Но это ещё не система. Ещё что-то нужно говорить. Что? Что? Всё-таки вначале мама, потом дети. Но что вы сразу про координаты? Пока не родилась мама, о каких детях может идти речь? Введите вначале систему координат, потом уже говорите уже о координатах. вот читали две головы. Там всё об этом написано. Дело в том, что мы здесь откладываем угол, и поэтому надо договориться, как мы будем отчитывать угол. и так, если мы его будем, то есть, мы для этого полярную ось вращаем до совмещения с точкой. Вот если мы поворачиваем против часовой стрелки, это будет положительный угол. А если по часовой стрелке отрицательный угол, вот всё, теперь система отчёта задана. И тогда каждая точка будет задаваться, вот теперь можно говорить о координатах. Расстояние от полюса ρ и вот этот уголок φ. ρ φ зададут нам в данной системе координат единственную точку, и ничего другого быть не может. Всё зависит от того, каково φ. Положительный, значит, полюбил против часовой стрелки откладывать φ, отрицательный против часовой стрелки. так, что ещё по данной системе? О, проекция. Проекция вектора на числовую ось. Это, Аня, вы у меня спрашивали, ортогональные проекции или нет, да? По этому поводу. Нет? По этому. Итак, что такое проекция вектора на числовую ось? Я уже вам сказал, что это число, но какое? И как это число ввести? Пожалуйста, к доске. Не хотите? Ну, не хотите, не надо. И здесь, кстати, разные подходы. По-разному можно вводить, и вы в литературе увидите, что проекции называются и то, и другое. Но, в общем, надо, опять же, как-то определиться, раз навсегда договориться, и уже тогда можно выяснить, что, что было, что полу, и так, и так можно вводить. Итак, числовая ось дана. масштабный отрезок масштабный отрезок Есть некоторый вектор, ну, как мы его обычно забываем, направленный отрезок, можно и так записать, А, 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 такое проекция этого вектора вот на эту самую ось. Можно ее обозвать ось Х. Пожалуйста, проходите сюда, расскажите, покажите. Ортогональные проекции, потому что проекции бывают разные. Вы подразумеваете, вот здесь прямой угол, правильно. И? Это величина такого направленного отрезка на си. Что именно? Величина АХБХ. Это будет проекция АВ. Не понял. Здесь какие-то две точки. Мы поделили величину вектора на оси и поделили. Что это величина... Так вы хотя бы поставьте стрелку тогда. Вот так. То есть начало проектируется в начало, конец проектируется в конец и рассматривается вот. проекции такого вектора называется величина вектора АХБХ. Вот это теперь правильно. А величина, как вы помните, это длина этого вектора, взятая со знаком плюс, если... направлено с 8 направленной отрезой и с 1 камера здесь 2 8 так, еще правильно. Садитесь, пожалуйста. Про него не надо рассказать. Что? Про второй способ определение... А, пожалуйста. А вы знаете? Праллельным переносом переносим так, чтобы откладываем этот вектор вот в точке на оси. Далее, через угол Фи определяем угол между осью и получившимся вектором АХ, ВСЛ, например. Этот угол Фи у нас лежит в пределах от нуля до Пи. Чему это равно? Записывайте. Чему это равно? Ну, поскольку вектор А1 Б со звездочкой равен вектору АБ, правильно? То обычно всегда пишут в определении не это, а именно длину исходного вектора АБ. Правильно. Вот на мехмате именно так вводят длину, простите, проекцию вектора на ось как длина умноженная на косинус уголка Фи. Да, это два разных подходов, но они равносильны. Так, что еще я хотел бы с вами уточнить сегодня? Да, вообще-то, все. Время наше истекло. Вот, попробуйте мне решить такую задачу. вам даны трехмерная система координат и в ней задан вектор. Так вот, может ли он составлять координатными осями вот такие углы. Это с осью Х, ну, а это, как обычно, с осью Y, альфа, бета, но еще есть гамма. Вот, выясните и объясните, почему, может или не может, то есть полностью разберитесь ситуацией. Ну, что, трое уже сообразили, зачем мы вводили, если я у вас спрашиваю, что такое направляющие косинусы? Потому что для любого векторенка должно выполняться вот это единичного вектора. Это соотношение. Итак, альфа задано, бета задано, надо посмотреть, будет ли существовать и угол гамма. И ребята пришли к правильному выводу. Нет, не может быть, потому что сумма первых больше единицы, а квадрат чего-то не может быть отрицательным. Вот это уже применение теории на практике. Простейшая задача, но мы ее можем решить. Теперь следующий вопрос, который нам потребуется сейчас. Какие векторы называются корринеарными? Определение. Так кто мне может сформулировать? Пожалуйста. Совершенно верно. А вот теперь новое понятие. Это даже, кстати, и в школе работало, по крайней мере, в некоторых школах. Спецшколах физического или математического уклона. а вот что такое линейно зависимые векторы? Какие векторы называются линейно зависимыми? Это кто может ответить? Опять вы. Пожалуйста. Если каждый вектор имеет определенный коэффициент и сумму произведений каждого вектора на свой коэффициент равенную лютую, то они называются линейно кинейно. Только не нулю, а нуль вектору. Нуль это число. Итак, это очень полезное и нужное нам, и мы много раз им будем пользоваться. А сейчас это даже не общее определение. Это в частности вот в данном случае это работает так. Берем сколько-то векторов. Сколько хотите. Давайте их на каффициент. Где каффициент меняется от единицы до н. Ну а что писать такую длинную сумму, когда можно так коротко записать. Впервые ее Альберт Эйнштейн вел. Молодец. И нам это в помощь. И более того, она так и называется линейная комбинация векторов. Так вот указанные n векторов называются линейно зависимыми тогда называются линейно зависимыми если существует c1 и так далее cn не все равные нулю такие что линейная комбинация cкк на а ккк есть нулевой элемент. А там знака суммы не должно быть в правой части? Если же это выполняется тогда и только тогда когда все коэффициенты равны нулю то эти n элементов называются линейно независимыми вот я вам ввел понятие которым мы будем пользоваться не только в этом году оно все время будет использоваться и в других пространствах в других построениях это общее определение линейной независимости и независимости чего-то в данном случае векторов и так вектор называется линейно зависимый если существуют такие числовые коэффициенты не все равные нулю то выполняется это условие а если это условие выполняется тогда и только тогда когда все коэффициенты равны нулю они называются линейно независимыми Так, это понятие с вами обговорили Теперь решите мне такую простенькую задачу Про вектор А известно, что длина его равняется 13 Про вектор Б Что его длина равняется 19 Известно, что сумма этих векторов Ну, это и есть вектор, конечно, и длина его равна 24 Что надо найти? Длину разности этих векторов Ну, что такое сумма разности, вы ещё и в школе изучали А потом уже вы готовились Читали первые две главы И опять выручает что? Определение Что такое сумма двух векторов? Вот вектор А Это вектор Б Это диагональ параллелограмма, построенного на этих двух Вот что такое А плюс Б А что такое А минус Б? Это другая диагональ А в школе вам дали теорему Что сумма квадратов диагонали равняется чему? Сумме квадратов всех четырёх сторон Вот и всё Всё, что требовалось И если этой теоремой школьной воспользоваться То вы получите Что в данном случае Здесь будет 22 Ну, а тот, кто ошибся Считать не умеете А может быть, даже чем-то другим воспользовались А не этой школьной теоремой Предлагаю вам следующую задачу Дан вектор С В виде разложения По базису ИЖК Вот такой вектор данного Так вот Найдите разложение По этому же базису ИЖК Вектора Д О котором что известно? Он коллинеарен И противоположно направлен вектору С И известно Что длина Этого вектора Простите 75 А не 72 75 Итак Найти разложение По тому же базису ИЖК Вектора Д К линейарного Противоположно направленного Исходному вектору Если вам известна Длина Этого Нового Вектора Д Ну, расскажите Как вы сделали? Хорошо Можете взять с собой тетрадочку Просто объясните Кто ты хотел еще показать? Сначала мы найдем Можете Вектора Сначала мы найдем Правильно Скольную силу Поположную Можете 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 То есть это будет 625 625 625 Теперь Скольный вектор Противоположен Значит Знак и ворд Менятся Противоположен И при этом Можете По модному Был раз 25 Значит Скольный вектор Это Противоположен Если кому-то что-то непонятно, спрашивайте, пока молодой человек перед вами у доски. У всех так получилось? Нет вопросов? Спасибо, садитесь. А у меня следующий вопрос. Данные векторы, вектор П, имеющий координаты 2 и минус 3. То есть это вектор на плоскости. Правильно? И ещё один вектор. Кун. Его координаты 1 и 2. И здесь ещё один вектор. Вектор А. Его координаты 9 и 4. Найти разложение вектора А по базису П, Ку. Только я бы вам ещё задал тут один дополнительный вопрос. А являются ли эти П, Ку базисом? Как ответить на этот вопрос? А вот если вы докажете, что это базис, то как разложить вектор А по базису П, Ку? Это опять всё укладывается в рамки. Собственно, задачи для того и даются, для того, чтобы вы могли себя проверить. А понимаете ли вы то, что прочитали? А умеете ли вы то, что прочитали и якобы изучили, пользоваться? Итак, два вопроса. П, Ку базис или не базис? Итак, уже решена и первая, и вторая проблема. Ну, чтобы доказать, что это базис, что нужно сделать? Взять линейную комбинацию П и Ку и приравнять нулевому элементу. Но, понимаете, когда вы раскладываете, то нулевой элемент, нулевой вектор, тоже имеют координаты 0,0. Поэтому вы можете расписать в виде системы двух уравнений линейных относительно вот этих коэффициентов С1 и С2. И решаете, убеждаетесь, что есть только одно единственное решение. С1 равно С2 равняется нулю. Теперь здесь то же самое. Ведь что вам нужно сделать? Вам нужно получить вот такую запись, что А – это есть Х на П и У на Ку. Вообще можете писать тут какие угодно буквы. А, и Б, и Х, и У – это дело не меняет. Просто Х – это координата по этому базисному элементу, а У – по второму базисному элементу. Но если векторы равны, то и равны их координаты в любом базисе. И поэтому эту запись, которую я хотел бы иметь, можно записать так. Так, 9 равняется 2Х плюс У. И теперь относительно второй координаты. 4 равняется минус 3Х. И там у меня плюс 2У. Вот и всё. Всё, что нужно сделать – решить эту систему линейных уравнений. И вы находите координаты и имеете разложение вектора А по базису П, Ку. Ну, а пока я тогда… Значит, чтобы вы знали, это 802-я задача по калитенику. Три вектора. Попарно образуют друг с другом угол Пи на 3. Кроме того, известно, что угол просите. Длина вектора А равна 4. Длина вектора В равняется 2. А длина вектора С – 6. Найти длина вектора, представляющая собой сумму вот этих как раз трёх векторов. А идея здесь очень простая. Опять же, определение скалярного произведения. По условию, что это такое? Произведение длины на косин с угла между ними. Ну, если вектор тот же самый, угол между этими одинаковыми векторами равен нулю. Это единица. Вот, собственно, это и есть алгоритм решения данной задачи. Какая разница? Сумма ли тут? Это вектор. Сумма векторов – это снова вектор. Значит, эта форма будет работать. Значит, что мы должны сделать? Взять скалярный квадрат. То есть умножить сумму ещё раз по правилу скалярного произведения на ту же самую сумму. Ну, а возведение в квадрат суммы, как доказано в учебнике, всё равно, что возведение в квадрат числового выражения. То есть так и будет А в квадрате плюс Б в квадрате плюс С в квадрате плюс удвоенные произведения скалярных произведений А на Б, А на С, Б на С, а угол у них всё время один и тот же. Вот и всё. Это чисто вычислительная задача. И думать не надо. Извините. Фактически. Можете нарисовать пример, как эти вектора могут располагаться? Блин. Я всё время думаю, что они в пространстве. Вот и хорошо, наверное. Теперь вы уже знаете, как надо. Так, покажите. Нет, тут всё проще. Где-то ошиблись в арифметике. Ошиблюсь в арифметике. Вот это верно. Правильно. Получается 100 квадрат. Ну, а корень из 100 это вы, наверное, и в уме посчитать можете. Это будет 10. Вот ответ в данном случае. А мы будем двигаться дальше. Это номера из этого задачника Клитейника, чтобы вы могли посмотреть. И, кстати, на дом я задаю именно по этой книжке. Так вот, даны вершины треугольника. В пространстве А имеет координаты 3, 2, минус 3. Вершина В имеет такие координаты 5, 1, минус 1. Ну, и С. Третья вершина 1, минус 2, 1. Что надо найти? Найти его внешний угол при вершине А. не внутренний, а внешний. Тоже простенькая задача. И опять, если вы знаете, определение. Итак, вот у нас треугольничек А, В, С. Надо найти внешний угол при вершине А. Вот. Этот угол. Правильно? Что мы можем сделать? А очень просто. Насмотреть два вектора. А, В. А второй угол вот такой. Тут, простите, вектор. сдвинем СА. Простите, только А. Как лучше написать минус? А, В. А, В. Потому что нам не сюда нужно, а сюда. И тогда воспользоваться можно формулой для скалярного произведения. это будет А, В, умноженное на минус А, С, длины на косинус как раз этого угла. Вот и вся задача. Но самое главное, надо помнить, что такое угол между векторами. для того, чтобы определить угол между векторами, их обязательно надо привести к общему началу. То есть вот это СА сдвинуть сюда. Правильно? Вот эту точку сделать А. Тогда это будет угол именно между векторами. Саша схитрил. Он не стал мудрить. Он взял А, В, А, С. нашел этот угол. Ну, А, внешний угол равен Пи минус. Вот и все. Какой ответ? Что непонятно? Какой ответ? Какой ответ? Аркосинус минус 4. Аркосинус минус 4 девятых. Или 9, как это там? 4 девятых, да? Так, следующая задача. Вот люди, которые что-то решают в принципе, я это знаю, часто и ошибаются только лишь потому, что забывают, что такое угол между векторами. Вот почему так важно помнить все математические оговорки, все определения. И тогда не будет ошибок. дан вектор S с такими вот координатами. В чем состоит задача? Найти проекцию вектора S на ось, составляющую с координатными осями равные острые углы. То есть не на координатные ося. А вот задается она в декартовой системе координат X, Y как некая прямая, которая с осями образует равные острые углы. Как это сделать? Все упирается вот в это определение скалярного произведения. Правильно? Так определяется скалярное произведение. А вот это что такое? Вы тоже это определение мне записывали? Что проекция вектора на ось это есть длина этого вектора умноженная на косинус между очью, куда вы проектируете и к данным. Так что вот то, что здесь записано это есть проекция вектора B на A. Отсюда вы и получаете что любая проекция любого вектора на любой вектор это есть скалярное произведение этих векторов деленное на длину вектора В вашем случае когда вы зададите ось единичным вектором длина вектора будет равна единице то есть это будет просто скалярное произведение в этом случае все тривиально если знать теорию так что получилось корень из трех да Саша пройдите еще напишите чтобы все понимали как это вы решили эту задачу расскажите полностью ваше решение у вас три корня есть поскольку этот вектор на который надо спроектировать вот тот вектор С составляет равные углы со всеми координатными осями то у него и направляющие косинусы будут равными поэтому мы можем его поделить над ну выбрать его длину такой чтобы они все были равны единице ну короче чтобы все координаты этого вектора были равны единице просто так будет удобнее считать дальше берем скалярное произведение вектора А на вектор С это скалярное произведение в координатах все было в школе доказывалось несложно это равно 3 теперь вот из той формулы которая на цепи с кем внизу написана цель на длину вектора А это 3 на корень с 3 а это корень с 3 вот а вот и от корень с 3 вопрос садитесь пожалуйста задачу можно было решать чуть-чуть иначе и при решении более сложных задач этот подход будет удобен Саша совершенно разумно все сделал но можно описать направление в пространстве с помощью единичного вектора а единичный вектор считается по формуле косинус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа они все равны по условию правильно отсюда косинус альфа сказано что острый угол да и тем самым мы задали направление это так называемый единичный вектор единица на корень с 3 единица на корень с 3 единица на корень с 3 ну и теперь опять же работает та же самая формула только это будет единица а это будет просто скалярное произведение это на это ответ будет как везде тот же самый корень из 3 но повторяю иногда вот этот подход не только при решении этой конкретной задачи а вообще как определяется направление какой-то вспомогательной прямой или оси на которой мы что-то будем проектировать с помощью единичного вектора а единичный вектор из того что длина его равна единице то есть сумма квадратов направляющих косинусов равняется единице в данном случае ось задается очень здорово она образует одинаковые углы поэтому я посмел вместо бета и гамма тоже написать альфа и в итоге сразу нашел этот единичный вектор ну а как вы будете решать или так Саша или как я ну все зависит от того какая задача у вас что-то лучше как Саша что-то лучше как я выбирайте естественно задача будет чуть-чуть посложнее даны три вектора да пожалуй я вам запишу условия то есть номер условия три вектора вектор А задан в виде разложения по базису координатов вектор Б тоже в виде разложения и плюс 4 Ж минус 5 К и третий вектор С тоже разложение по базису 3 И минус 4 Ж плюс 12 К А найти проекцию суммы веклеров А плюс Б на вектор С Посчитать, получить число. Абсолютно верно. Ну, вот уже есть правильный результат. Нет. А вы мне скажите, а то к вам тут пробраться трудно. Что у вас получилось? Правильно, минус четыре. Кстати, расскажите, как вы сделали. Чтобы ребята могли проверить, так ли они рассуждали. Сначала я нашел предварительную веку. Предварительную. Получилось чуть-чуть. Минус два. Минус шесть. Потом я поставил. Вот С. Получается произведение. Да, совершенно верно. Форма именно такая. Осталось только произвести действие. Осталось только. Осталось только. Заходите. Компания. Конец. Да. Подождите, могут быть вопросы Кому-то что-то будет непонятно Всем понятно? Все, спасибо, садитесь Ну, во-первых, что мне не понравилось, когда вы что-то объясняете Вы говорите Тройка векторов, где указано, где первый и второй, понимаете? Уже сам термин Тройка означает что? Вот это нужно было, прежде всего, запомнить Тройка векторов называется три вектора, если указано Какой из них первый, какой из них второй и какой из них третий Более того, они записываются в порядке нумерации То есть, если вы говорите тройка АВЦ, все Уже не надо говорить, что они как-то там упорядочены А некоторые это пытаются еще раз говорить Понимаете, математика не любит лишних слов Лишних обозначений Если вдруг появляется новое обозначение Это значит, что-то там не то Вот мы с вами это разобрали Числовая ось и полярная ось Числовая ось – это прямая, а полярная – это уже луч Это совершенно другой объем Так и здесь Не нужно лишнего Но что нужно обязательно сказать? Тройка некомпланарных векторов АВЦ Все Мы уже об этой тройке все сказали Мы знаем, что первое, что второе, что третье Поскольку мы так записали Мы так договорились понимать тройку Называется правое, если После приведения их к общему началу Кратчайший поворот Вектора А К вектору В Не просто поворот, а именно кратчайший Виден из конца вектора С Совершающимся против часовой стрелки Вот и все Тут, конечно, можно использовать и еще физический аналог определения Когда мы имеем телесный угол Ну, ради Бога Но он может появиться телесный угол только после того, когда мы опять же все три свободных вектора куда-то засунем в одну точку Иначе никакого телесного угла не будет Итак, я еще раз повторю, чтобы вы проверили Тройка некомпонарных векторов АВС называется правой, если после приведения их к общему началу Кратчайший поворот вектора А К вектору В Виден из конца вектора С В совершающемся против часовой стрелки Поэтому не надо говорить от первого ко второму Зачем? Мы уже сказали тройка Значит, у нас А – это первый Б – второй А – С – третий Что такое векторное произведение? Я уже вам сегодня проговорил Показал прелесть этого определения Поскольку здесь все как-то Красиво получается А вот теперь давайте с вами чуть-чуть потренируемся И возьмем в качестве базы нашу правую координатную систему координат И там три ИЖК Причем ИЖК всегда образует правую связку Или тройку, можно и так сказать А вот теперь из них я буду комбинировать Давайте так Я напишу первый Второй Третий Так вот, в качестве первого я возьму И В качестве второго я возьму К А в качестве третьего вектор Ж Вот возьму так Какая-то у меня появляется? Левая Какая? Левая Левая Это все чувствуют или только избранные? Все Очень хорошо Действительно левая Ладно, пойдем дальше Ж И К Левая 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 Молодцы И Плюс Ж И Минус Ж И Ж Это какая? Тройка Левая 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 Павел Павел Не знаете Какая? Это компланарная тройка векторов Поэтому она и не правая, и не левая Понятия Понятия Правый и Левый Водятся только для Некомпланарных векторов Они все лежат в одной плоскости Хорошо А вот это И плюс Ж Ж и К Это какая? Значит, это никакая Говорите А правой и левой Здесь просто не принято Ну, слава Богу В общем, в целом Ничего, нормально Вы здесь разбираетесь Это хорошо Ну, а теперь Задача Решаем На векторное Произведение Векторов И Задачка такая Пока я вам Условия пишу Пока у вас Клейтеников нет Что дано? Длина вектора Известна 10 Длина вектора Б тоже Известна 2 Что еще Известно Известно Скалярное Произведение Прошу Ну вот уже Три человека Там еще кто-то Поднимает Руку Все в порядке Итак, по определению Это длины Они вам Известны На синус А нам Известен Косинус Отсюда Правильно? Ну Угол Острый Все Находится Легко Элементарно И Пойдем дальше Следующая задача Вот такая Теперь Даны Два Вектора Уже Заданные Своими Координатами Это Один Вектор А у второго Такие Координаты Один Два Минус Единицы Найти Координаты Вот Этого Вектора Векторного Произведения Это же вектор Начнем Есть тоже Координаты Найдите Пожалуйста Ну что Здесь Выписывается Определитель Первая строчка И ЖК Вторая строчка Первый Множитель Третья Строчка Второй Множитель И Раскладываем По Элементам Первой Строки Все Получается Просто Ну в общем Как я ожидал Тут у вас Все и должно Получиться Решать Вы задачи Умеете В школе Вас натаскали А вот Теория Доказательства Поэтому Следующая Задача Будет Такая Доказать Повторяю Не решить А доказать Это тождество Ну То есть Оно верно Для любых Векторов Об этом С решением У вас Все хорошо Давайте посмотрим Как вы умеете Доказывать Напоминаю Уже на первом Семинаре Я вам сказал Что значит Доказать Это значит Построить Замкнутую Схему Логическую Причем Каждое Звено Этой Схемы Должно Быть Аргументировано Я же Даже Так Сказал Строго Аргументировано Просто Не так Кажется Очевидно А нужна Ссылка В качестве Ссылок Можно Использовать Три вещи Аксиомы Раз Определение Математики Два Кстати Аксиомы Тоже Математики И третье Ранее Доказанные Теоремы Иначе Это Не доказательство Хорошо Вот Мы Сейчас Послушаем Что Анна Нам Скажет Пожалуйста Сначала Определение Термал Произведения Слева Вектор Справа Число Другое Дело Это По Определению Дальше Рассмотрим Скорее Аксиомы День Даже По Определению Это Тоже Неправильно Слева У вас Число Заведомо Не отрицательное Это Модуль А справа Косинус Отрицательный Например Стоп Поставьте Но поставьте Здесь Модуль Тоже Вот И Все Это Следует Опять же Это Не Определение Но Это Следует Из Определения Скалярного Произведения Скалярное Произведение Без Модулей А тут Поставили Модуль Вот И Все Так Так Аня решила Выложить Все Свои Секреты Все Ссылки Правильно Да 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 Потом Что Применять Теперь Применим Это Свои К Этому Получается Что Ну и слева Квадрат Тогда Поставьте Плюсик Здесь Вот Черту Подведите Как вас Учили В школе В пятом Шестом Классе Еще Мы знаем Что Обрат Подраться Да Обрат Подраться Подраться Можно Применять У вас В отряде Подраться Вот Часил Это Верно У вас Все Так Виктора Нет В отряде Часил Подраться Подраться Черточки Подставьте Вот Тогда Тогда Это Будет Правильно Вы Еще пока Одну ссылку Так и не Применили Вот сейчас Послушаем Что вы будете Делать Дальше А это Вам Зачем Здесь Другое Синус Квадрат Плюс Косинус Квадрат Вы Выносите Общий Множитель А это Основное Требинометрическое Тождество Правильно Сначала Я применю Вот это Сквадрат Получилось Натринометрическое Тождество Потом Напишу Его И применю Ну что Она доказала Только очень Долго И нужно Ни один Физик Так делать Не будет Но он Будет Доказывать Четко То есть Он сразу Скажет По определению Векторного Произведения Это будет Равно Тому То Это Тому То Вносим Общий Множитель Это Конечно Школьная Математика Третий Класс Остается Сумма Квадратов Синусов И косинусов Это Единица Тождественное Отношение Ну и Наконец Правая Часть Но в итоге Все Правильно Вот Что значит Доказать Пусть Медленно Пусть С какими-то Тут скобки Так Квадрат Квадрат Да Кстати Павел Прав Надо вспомнить Второй класс Средней школы Как Возводится В квадрат Произведение Вот здесь Уже Нужно было Расписать А Здесь Вы Расписали Правильно Все Аня К вам Претензий Нет Так А вот Теперь Еще одна Задача Такая Чистая Приложенческая Тон Координаты Вершин Треугольника А Точка Найти 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 Длину Высоты Опущенной Из вершины В На сторону АС Итак Длина высоты Опущенной Из вершины В На АС Вот какой-то Треугольничек АВС Вот Высота H Ну и естественно Раз Вообще-то Задачу Можно решать Многими путями Но ведь Зачем-то Я ее Вставил В векторные Произведения Ну вот Подумайте Как ее Можно решить И кстати Путь окажется Самым простым Пока мы с вами Решаем какие-то задачи Поскольку я физик Меня не просто Интересует Как решить А как решить Быстрее всего Чтобы не математикой А физикой Заниматься Идея-то Очень простая И естественная Для любого физика Радует сердце Можно решить Задачу покороче И кстати Именно аналитическая Геометрия Позволяет нам Многие задачи Действительно быстро Решать В этом Прелесть Этой геометрии Собственно Вся проблема Догадаться Какие векторинки Взять Вот надо взять Два вектора Выходящие Из точки А Тогда Длина векторного Произведения А, Б На, С Это что будет? Площадь чего? Чего? Параллелограмма Параллелограмма Совершенно верно Именно параллелограмма На, Эль, то есть Вы Забыла уже Как вас Ничего Вспомним Значит Если мы поделим Пополам Мы уже будем Уметь площадь Треугольника В шестом классе Вам уже дали Площадь Треугольника Она равна Одной второй Основания На высоту Итак Что нужно сделать? Найти площадь Параллелограмма Поделить на два И уже Вот из этого уравнения Пока вы не нашли Я Ничего здесь не написал Уже найдете ИАЖ Вот это Самый короткий Путь решения задач В данном случае Безусловно Будете дальше развиваться Вы эту задачу Сможете еще быстрее решить Для того и учитесь Чтобы решать задачи Как можно быстрее Сколько у вас Павел получилось? 25? Ну, молодец Именно 25 А это чему равно? Ацета Вы же Ацет нашли вектор Значит А вы по-другому решили? Интересно А как вы решили? Ну вот это вектор Как выделить на что-то? А, можно Вот тогда понятно Ну, длина вектора Произведения 25 Это совершенно точно А длина этого вектора 5 Ну и тем самым Высота тоже 5 Все получается легко Все получается легко и просто Теперь Смешанное произведение Задана тройка векторов Известно, что она правая тройка Более того, известно, что все векторы эти Взаимно ортогональны к друг другу Более того, известно Что длина первого вектора Равняется 4 Второго вектора Равняется 2 А третьего вектора С 3 Найти Чему равно Смешанное произведение Вот тут как раз Очень важна геометристика Интерпретация Смешанного произведения Тем более не случайно Здесь сказано Что векторы Взаимно ортогональны Конечно Совершенно верно У вас сколько? 8 Сколько? 8 8? Павел, объясните Идите Объясните У Павла получилось правильно 24 Уже больно у вас маленький масштаб Издалека не разглядишь Все видно? Объем Правильно И причем известны У этого Прямоугольного параллелепипеда Все Три измерения Значит их надо просто перемножить Вот и все И теперь опять На доказательство вам задачка Чтобы и смешанным произведением Тоже могли Это все Проделать Грамотно Доказать Что смешанное произведение Вот таких вот Трех Векторов Каждый из которых Суть Сумма Двух Векторов Шашнеется Двум смешанным произведением А, Б, С Доказать Я уже не прошу вас Решать Решить вы Я уже вижу Решить Перемножить А вот именно доказать Обосновать Что так делать можно А не просто проделать выкладку Казалось бы Какая-то ерунда Зачем вам Будущим физикам Этим заниматься Все дело в том Что Алгоритмов Решения задач Существует очень много И человек Настолько привыкает К этим шаблонам Что уже считает Что так и надо делать Все эти Но всякий шаблон Работает только При определенных Условиях Если условия Нарушены Он вам Такое выдаст Этот шаблон В общем Глупость будет Неверный результат Поэтому надо всегда Зная уже Некоторые Алгоритмы Обращать внимание Можно ли его Применить В данной ситуации А для этого Нужно в простейших Моделях Это как В спорте Прежде чем Делать рекорд Надо потренироваться Вот и вы Просто тренируетесь Ничего неизвестно Это любые векторы Это любые векторы Здесь надо Пользоваться Определениями Тут больше Уже знаю Все Вы уже поработали Хватит И вы конечно Сможете доказать Я это чувствую Как остальные Итак Первое Что надо Вспомнить А что Такое Смешанное Произведение Как это Вам Было Сказано Первые Два Множителя Перемножаются По правилу Векторного Произведения Правильно А на третьей Умножение Ведется По правилу Скалярного Произведения Так что Это тождественное Преобразование Просто использовал Определение Ну а теперь У вас есть Свойства Как векторного Произведения Так и Смешанного Произведения И поэтому Прежде всего Конечно Надо Перемножить Эти два Вектора По правилу Векторного Произведения То есть Точно Та же Как числа Но Не боже мой Изменить Порядок Множителей Первое Слагаемое Второе Слагаемое Это я С первым Умножил Теперь Со вторым Б На Б И плюс Б На С Вот Это у нас Получилась Сумма Векторных Произведений И дальше Мы должны Умножить По правилу Скалярного Произведения На Третий Множитель Но прежде всего Это чему Равняется Нулевому Не нулю Боже упаси Нуль это число А здесь Тета Нулевой Вектор Ну а тут Какие Получились И теперь Начинаем Еще раз Пользоваться Определением Смешанного Произведения И получаем АВС Плюс АВ На А Теперь с этим Пользуем Будем Записывать А С С Плюс А С А Плюс В С С И плюс В С А Ну вот Опять же Компонарная Тройка Векторов Значит Это Вот это Настоящий Ноль Компонарная Тройка Векторов Это Ноль Компонарная Тройка Векторов Ноль Опять Ноль Что остается АВС И ВЦА Но Они Одной Ориентации АВС И ВЦА Это Можно По кругу Посмотреть И В итоге Мы Получаем То Что Нам И Требовалось Доказать Что Ещё Если В конце Получилось Два Слагаемых Разной Ориентации Ну Конечно Если Бы Правильно Но Здесь Они Одной Ориентации Продолжение следует